С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Очередное ДТП с участием ребенка произошло 2 сентября во второй половине дня в Нарьинмаре. Новый учебный год в школах Ненецкого округа начался в очном формате с соблюдением ряда ограничительных мер в связи с COVID-19. Как это происходит, покажем на примере одной из городских школ. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа в ходе рабочей встречи с заместителем министра просвещения обратился в Федеральное ведомство за поддержкой в строительстве школ в поселках Нельминосоискателей. Об этом и другом расскажем в ближайшие 20 минут. Начнем выпуск с информации о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего, которое произошло во второй половине дня 2 сентября в Нарьинмаре. Очередной случай наезда на ребенка произошел в микрорайоне рыбокомбината. 2 сентября 2020 года около 14 часов 17 минут в районе дома 42 по улице 60 лет октября водитель, управляя транспортным средством Миссан-Кашкай, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который передвигал проезжую часть в неустановленном месте, но в зоне видимости регулированного пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил пересные повреждения и доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Ненинскую окружную больницу. По данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Новый учебный год для школьников Ненинского округа начался в очном формате с учетом ряда ограничений, предписанных Роспотребнадзором в условиях пандемии COVID-19. С подробностями Михаил Веселов. Мама кожу заплела, бантики расправила, ранец новенький дала, в первый класс отправила. С первым ограничением в образовательном процессе в условиях пандемии учащиеся первых классов школу номер 4, как, впрочем, и всех других городских школ, столкнулись сразу же после окончания праздничной школьной линейки, которая, кстати, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора прошла на открытом воздухе, во дворе школы, в присутствии родителей. Первый раз в первый класс дети, однако, шагнули уже без их сопровождения. Обычно по традиции родители всегда присутствовали на первом уроке дебютантов-учеников. Но тут уж ничего не поделаешь. Родителям вход в школу пока запрещен. Многие волновались, справятся ли малыши, не заблудятся, все ли запомнят, что говорит им учитель. Смеем заверить, справились. Наша съемочная группа заглянула в один из классов начальной школы. В первый Г. Ознакомительный урок усвоения первых наставлений педагога. Рамцы на полу, на пол поставили. Рамцы на полу поставили. Все. Так, все свежие. И ручки. Непоседы быстро сориентировались. В школе свои правила. Тишина, порядок, дисциплина. Вот что нам нужно. Наступил тот день, когда вы переступили порог школы. Я знаю, что вы очень волновались, очень хотели и ждали этого дня. Этого дня ждали не только 710 правокрасников Нейнского округа, но и все школьники, учителя и родители, подуставшие от дистанционного обучения. До последнего дня не верили, что учебный процесс в школах начнется в очном формате, пусть и с ограничениями, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции. Теперь все школьники округа не домашние дети у компьютеров на дистанционке с учителями, а полноценные... Учебные дети! Первое сентября с его праздничной атмосферой – это уже вчерашний день. А сегодня начались трудовые будни, дам старт образовательному процессу и всему, что ему сопутствует. Много непривычного и для педагогов, и для их учеников. С этим непривычным они столкнулись сегодня по утру сразу же, как только зашли в здание школы. Из числа нововведений – обязательная обработка рук антисептиком с помощью сенсорного дозатора, прохождение термометрии или, проще говоря, дистанционного замера температуры. Если на утреннем фильтре обнаружится, что температура ребенка 37,1, то ребенок перемещается в изолятор до прихода родителей. Изменения коснулись не только этой сферы, связанной с охраной здоровья. Как известно, с 1 сентября по всей стране ученики младших классов должны быть обеспечены горячими завтраками за счет государства. И вот как это организовано, например, в школе номер 4 Наринмара. Нынешняя особенность – детки у нас питаются через стол, соблюдаем дистанционно. С 1 по 4 класс у нас питаются бесплатно, горячим питанием 478 человек на данный момент. Что сегодня в меню первого завтрака? В меню у нас греча отварная с маслом, сосиски. Местного производства? Местного производства. Так, огурец нарезка и чай с сахаром. И на десерт вафли. Коллектив очень оспоченный, мы работаем все вместе, все дружно. Для нас это дело привычное, в принципе несложно, но мы вливаемся, стараемся, все успеваем. В число дополнительных забот и хлопот, сопутствующих началу этого учебного года, входит и необходимость организации кабинетной системы обучения. За каждым классом отныне закрепляется конкретное помещение. В разное время стали начинаться уроки. Намного чаще и тщательнее нужно проводить уборку в школьном здании. Однако, по словам руководителя образовательного учреждения, есть немало и того, что порадовало школьной коллектив. Так теперь учителям за классное руководство будут ежемесячно доплачивать по 5000 рублей, причем с учетом северных надбалок и районного коэффициента. Для многих педагогов Ненецкого округа это станет весьма весомой прибаской к зарплате. Почти на 1800 новых книг и учебников удалось пополнить фонд школьной библиотеки, затратив на это 940 тысяч рублей. Нефтяники подарили современный компьютерный класс, оборудование уже поступило. Словом, поводов для оптимизма хватает. А что касается трудностей, с ними в школе справиться, уверена Эльмира Реваловна. Вообще сегодня первый день образовательного процесса. Старшеклассники тоже приходят 9.20, проходит утренний фильтр, но многие еще забывают обрабатывать руки. Я думаю, что приходится напоминать, поэтому в течение недели, я надеюсь, все это войдет в нормальный режим и дети перестроятся. В настоящее время идет адаптация участников образовательного процесса к новым условиям. Непреодолимых трудностей, собственно говоря, не бывает. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, телекомпания «Север». Временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа обратился в Министерство просвещения Российской Федерации за поддержкой в строительстве школ в поселках Нельминосоискателей. Во время рабочей встречи заместителя министра просвещения Татьяны Васильевой, которая была посвящена реализации на территории региона национального проекта образования, временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный акцентировал внимание на необходимости увеличения доли софинансирования строительства школ из федерального бюджета. Рабочая встреча состоялась в понедельник, 1 сентября в Нальянмаре. Как было отмечено в ходе разговора, в ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование и строительство школы в поселке Нельминос. С учетом логистики, ее стоимость составляет порядка 680 миллионов рублей. Из федерального бюджета выделяется только 150 миллионов. Администрация региона намерена просить об увеличении финансовой помощи со стороны государства. Кроме того, в ходе рабочей встречи Юрий Бездудный рассказал представителю федерального министерства о необходимости строительства нового здания школы в поселке Искателей, которую также планируют построить при поддержке федерального бюджета. В свою очередь Татьяна Васильева рекомендовала властям Ненинского округа при строительстве обоих объектов стараться максимально использовать возможности, которые предоставляет национальный проект образования. С 1 сентября 2020 года объединены отделения Пенсионного фонда России по Архангельской области и Ненинскому автономному округу. Об этом сообщает пресс-служба фонда. В результате присоединения второго учреждения к первому создано одно юридическое лицо государственное учреждение, отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненинскому автономному округу. В связи с реорганизацией изменились банковские реквизиты для перечисления денежных средств, администрирование которых возложено на Пенсионный фонд России. Уточнить их можно на официальном сайте отделения, либо в здании Пенсионного фонда в Нарьинмаре, расположенного по улице Ленина, дом 21. Как сообщается в пресс-релизе, реорганизация не повлечет за собой каких-либо изменений в части оказания государственных услуг Пенсионного фонда для жителей Ненинского автономного округа. Территориальное подразделение в Ненинском округе продолжает работу как государственное учреждение Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Ненинском автономном округе и предоставляет полный перечень госуслуг в прежнем порядке и в установленных законом сроки. Адрес для приема граждан и страхователей по всем вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, не изменился. Прикоснуться к профессии. В Нарьинмаре продолжается очный этап регионального проекта «Билет в будущее». Накануне на базе Ненинского аграрно-экономического техникума школьники выполняли задания по компетенциям поварское дело и социальная работа. На занятиях побывала и наша съемочная группа. Мы берем и вот этой стороной делаем. Под руководством опытного преподавателя Ненинского аграрно-экономического техникума шестиклассники готовят равиоли. Равиоли – это такой аналог на пасту с макаронами. Вот из теста, яйца и тесто. Как влечается? Ну да, вот сказали, что оно будет такое вот жестковатое, надо будет подождать 10 минут, и оно станет эластичным. Вот такой вот комочек. Расскажи, почему ты решаешь не участвовать в этой тройке? Ну, меня позвала подруга, а так как я очень люблю покушать, я вообще люблю еду, ну, я и решила поучаствовать. Кристина учится готовить уже не первый год. Вместе с подругами она три года посещает мастер-класс на базе техникума «Готовим с мамой». Поэтому основы кулинарии ей хорошо знакомы. В основном эти дети у нас принимают участие в мастер-классе «Готовим с мамой», который проходит у нас по субботам. В связи с карантином, конечно, мы уже давненько не проводили. Так что, когда мы их собирали для этих проб «Билет в будущее», они были очень рады опять побывать в нашей лаборатории. Каждый раз, когда они приходят в эту лабораторию, они понимают, что они будут узнавать что-то новое. Для них это не только игра и какие-то знания получения, для них это и общение. На занятиях по каждой компетенции присутствует по шесть человек. Такое количество участников позволяет педагогам уделять внимание каждому. Тем временем на соседней площадке старшеклассники городских школ осваивают навыки социальной работы. Цель мероприятия – это в первую очередь познакомить ребят с компетенцией, что такое социальная работа, с этой профессией, в чем ее особенности. Как создавать эти проекты. Им необходимо создать социальный проект по оказанию помощи жителям района в период пандемии. Проект «Билет в будущее» состоит из нескольких этапов. Его основная цель – помочь школьникам определиться с будущей профессией. Для того, чтобы принять участие в так называемых пробах, ребятам нужно пройти онлайн хотя бы один тест на платформе проекта, после чего приступить к очным занятиям. В рамках проекта школьники смогут пройти 11 профессиональных проб в очном этапе, а в онлайн-формате доступны более 50 компетенций. Большим интересом пользуются детей онлайн-пробы по информационным компетенциям, таким как веб-дизайн, графический дизайн, эксплуатация беспилотных авиационных систем. В общем, все, что связано с технологиями будущего. Следующими пробы пройдут по компетенции «Электромонтаж» на базе профессионального училища. И четыре компетенции запланировано провести в социально-гуманитарном колледже. Проект «Билет в будущее» завершит свою работу в конце октября. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 20 молодых и талантливых ребят из разных уголков Нинецкого округа в этом году вновь объединил самый народный региональный форум «Телевиска-арт». Главная его цель – познакомить с традициями русской культуры. Как оказалось, желающих ее изучить было немало. Среди них представители коми и нинецкого народа. О том, как объединила русская кадриль и хоровод представители разных народностей, расскажет Любовь Пермякова. Андрей Микенченко исполнил нам на балалайке «Русский строй». Молодой человек приехал из Москвы. 17-летний студент музыкального колледжа на молодежном фестивале «Телевиска-арт» в роли преподавателя. Да, я приехал, чтобы помогать ребятам осваивать инструменты, пение и вообще всю русскую традицию. Очень красивое место. Мы приехали сюда на катере. Это было для меня новым. Новые впечатления от форума и «Телевиски» получил еще один участник фестиваля – гармонист Сергей Петров. Это что вы сейчас наиграли? Это устилемский нагреш. У вас устильмы, под него частушки пели. Вот, страдания. Ну, наверное, уже с детства заложено. Бабушка с дедушкой поют, играют. Ну, дедушка тоже гармонист. Вот, и как-то все с детства прививалось, прививалось. Ну и все, сам уже в этом. Очень красивая рубашка. Это какая-то старинная? Ну, пошитые старинные ткани. Вот это подарок прошлой работы. Сергей Архангелогородец. Раньше работал в столице Поморья. Сейчас он сотрудник этнокультурного центра. На фестиваль мужчина привез с собой уникальные северные наигрыши и песни. Впрочем, фольклорную копилку «Арт Телевиски» пополнила и этнограф Наталья Кученкова. Она неоднократно ездила в экспедицию по Русскому Северу, где познакомилась с десятками обрядов. На Русском Севере, интересно, было распространено такое обычай на вечерке, когда девушки садились в ряд, вышивали что-то и ждали парней. Тут парни приходят, и что вы думаете, они заходят весело, шумно, и садятся девочкам на коленке. Вот такая необычная традиция была зафиксирована здесь. Это, конечно, выглядит довольно-таки странно. А связано это с тем, что на Русском Севере люди были свободными. То есть женщина не была так закрепещена. Педагог Наталья познакомила ребят с особенностями вечерок, а именно, как раньше собиралась молодежь, о чем беседовали, во что играли, как заигрывали и какие танцы исполняли на Севере. Еще один педагог форума, Анастасия Шатровская, учила молодежь местному оконю. Это своеобразный говор Нижнепечорья. Вы знаете, у нас в песнях больше околи. Вообще, мы брали весь материал, который был записан Леонтьевым от Маримьяны Голубковой. Маримьяна Голубкова, по нашим данным, она была пенежанка. То есть в песнях добавляется немножечко Архангельской области оконья, но не цоконья. Мы не ёкали, не цоколи-окали. Организаторы форума «Социально-культурный центр «Престиж» надеются, что 20 молодых людей из разных населенных пунктов округа не только стали ближе к русской культуре, но и в дальнейшем, применяя полученный опыт, будут организовывать народные праздники для односельчан. Новые, что мы могли? Новые четушки разучили. Пляски новые, как бы песни, все дела. Приехал педагог, показал новый вид ломания, и он нам показывал движения, там, вот такие всякие разные. А что это? Это старинные русские танцевали? Это да, да. Это тоже как с тех времен, когда собирался народ, и мужчины собирались, и начинали там устраивать свои пляски. Сейчас уже все, да, как бы в русскую культуру вливаемся, соответственно, делаем различные танцы, учим частушки. Это интересно очень. Все, чему ребята научились в течение семи дней, они продемонстрировали на главной сцене. Спектакль был создан по мотивам фольклорных находок, которые их преподаватели привезли из экспедиции. Продолжилось финальное мероприятие «Квадрата на улице», где не только участники, но и местные жители смогли приобщиться к русской культуре. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – городское кафе «Артишок».